девчонки стою я вышла я наконец-то жасминка витаминка собралась венецию на закрытие 79 кинофестиваля венецианского и почему-то решила надеть ту или эрмес захотелось мне немножко контраста с этими кремовыми цветами все с ног до головы взяла свои лодочки дольче габбана и такая вышла я вся такая нарядная но не стала брать одежду потому что подумала что я буду париться ходить все помнется 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 это шелковое платье потом на каблуках все равно там особо не походишь на шпильках ноги будут уставать потом я буду от того что ноги когда устают у тебя это иголка через мозги выходит через голову и замучаешься взяла как всегда дольче габбана лодочки цвета nude и каблучок и стильно и как говорится и красиво и удобно комфортабельно поэтому девчонки я даже рада что мы с ним вместе не поехали представляете если бы он меня поселил в какой-нибудь двухзвездочный трехзвездочные дешевые старые отель таких очень много в венеции с пала сама этим муке муке которые паласы старинные вонючие старые в отелях там матрации старые все такое а потом не пошел бы за этим моим любимым террасам а пошел бы по каким-то там а дешевым баром по 5 евро просеку нет я хочу немножко веселья немножко праздника я хочу немножко люкса роскоши всего этого простого хватает и в и впаду я как говорится хочу быть золушкой до 12 30 ночи надеюсь в этот раз успеть на последний поезд а то подумают что мне понравилось сидеть у входа на паркинг из и смотреть на состоятельных мужчин и женщины их спутницы на крутых машинах если честно сказать я прошлый раз сидела в ю тубе целый вечер и даже не смотрела только когда видела что подходят красивые девушки в нарядах на высоких каблуках я их снимала как стрит стайл ночной вечерний для моих зрителей подписчиков поэтому девчонки я бы расстроилась опечалилась бы мне стало бы с ним скучно если уж выходить с мужчиной то хочется чтобы это было ярко красиво празднично позитивно жизнерадостно эмоционально чтобы это было но просто роскошно а так ходить по каким-то таким отелями баром мне это не интересно можете меня даже осуждать за это но я такая мне хочется праздника я же водолей обыденность я вижу каждый день так и так как бы это называется по итальянски как же это на за рутина до ирина рутина называется да когда трамвайчик уехал прямо передо мной ладно подожду следующий надеюсь много не хотела по этой жаре пешком идти на трамвайчике всего 10 7 10 минут смотрите базар меркату протодоловали не видно от того что меркату вот такие вот дела девчонки я всегда это говорю искренне потому что мне мне хочется хотя бы на выходные праздник мне не интересно со взрослым мужчиной в каком-нибудь двухзвездочном трехзвездочном трехзвездочном отеле быть тем более в венеции последние закрытие кинофестиваля и все отели забиты этими знаменитостями звездами со всего мира актерами артистами режисс режиссерами постановщиками сценаристами и еще фанатами обычные отели и апартаменты забиты фанатами так что видимо очень дорогие были цены но я ему и сказала говорю вообще-то будет закрытие на этот уикенд венеции слишком дорогие будут цены что она придумала эту историю с племянником а фесту племянника типа сказала в принципе он женится во франции но делает какую-то фесту сперва и в их городке или там где вот если он был по-настоящему мой жених я бы ему сказала ну-ка сделай мне видео с твоим лицом на этой фесте а то есть такие умники которые попросят свою дочку или сына сделай мне видео маленькая и я пошлю жасмин сделаю вид что я тоже на этой фесте нахожусь раньше я так делала со своими бывшими мужчинами в начале чтобы проверять я говорил когда он говорил вот я сейчас милане по делам поехал то да сё я говорила ну-ка сходи в это в бар выпей кофе возьми скантрино фактуру кофе сделай мне фото и вышли чтоб точно быть уверенной что он точно на самом деле находится в милане они где-нибудь потому что так не люблю когда меня обманывают терпеть не могу как лохушку когда обманывают крутят вертят я сама не кого не обманываю я говорю всегда правду и вот мне так и хочется это его у меня даже паранойя хотя он мне присылал фото своей внучки но он прислал фото внучки может это просто его дочка ему прислала фото внучки они он сам сделал или фото как он пьет как он пьет пиво со своим другом ру ручки их ручки а идет трамвай следующий может он на самом деле уехал улетел в этот бордо странно он все время звонил только после 10 вечера целый день никак не звонил а только писал поэтому я скажу давай вот со свежим сегодняшним номером журнала сделай мне видео 10 секунд а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok